Во время аномально низких температур, которые держались в регионе, все экстренные службы трудились в усиленном режиме. В такую погоду полицейские рекомендуют отказаться от автомобильных путешествий. В морозы автоинспекторы дежурят на посту при выезде из Нового Уренгоя. Они формируют колонны и выпускают на трассу по 5-10 машин одновременно, а кроме этого в усиленном режиме патрулируют загородные дороги. Если у кого-то сломался автомобиль, помогают согреться и добраться до города. Одна из таких историй произошла на трассе Сургут-Салихарт. В минус 43 градуса в беду попал водитель большегруза. Как раз в этот момент маршрут патрулировал новоуренгойский инспектор ДПС Александр Егоров. О спасении дальнобойщика от мороза он рассказал Марии Федорчук. Инспектор ДПС Александр Егоров патрулировал трассу Сургут-Салихарт, когда заметил припаркованный на обочине МАЗ. Двигатель большегруза не заводился, а температура воздуха на улице уже достигла минус 43 градусов. Свернув на обочину, Александр Егоров поспешил к дальнобойщику. Водитель рассказал, что едет из Перми и, скорее всего, по пути заправился некачественным топливом. Согревшись в патрульном автомобиле, госавтоинспектор вместе с дальнобойщиком начали разбирать топливную систему автомобиля. Топливные фильтра были полностью забиты. Когда дизельное топливо замерзает, оно превращается в парафин. И вот у него получается топливная система практически полностью была забита парафином и присутствовала вода. Проезжавший автомобиль дал нам химреагент специальный добавить в бак. Но на все примерно ушло с момента обнаружения и как мы начали с ним заниматься. На все ушло, наверное, часа четыре. После сложных манипуляций автомобиль все же удалось завести. Госавтоинспектор сопроводил водителя до Нового Уренгоя. Дальнобойщик выразил инспектору слова благодарности, но сам Александр Егоров не считает, что в его поступке есть что-то героическое. До службы в полиции я сам работал водителем. Я знаю, что это такое на трассе остановиться, сломаться. И самое хорошее со стороны водителя – это когда даже ты, если ему не можешь помочь, но ты присутствуешь с ним, факт присутствия другого человека рядом, что он тебе в любой момент может оказать помощь, уже становится легче. Так что, как водитель водителя, я его понимаю и остановился. Помог машину отремонтировать, чтобы с грузом ее не оставлять на трассе, доставить до города. В условиях низких температур сотрудники госавтоинспекции круглосуточно дежурят на посту при выезде из Нового Уренгоя и микрорайона Карачаева. Они не пропускают по одной машине, а формируют колонны. А кроме этого, патрульный автомобиль дежурит и на трассе, на случай, если кому-то потребуется помощь. Неблагоприятные погодные условия сотрудники госавтоинспекции усилили несение службы на городских и загородных автодорогах. На выезде с города Новый Уренгоя, а также со стороны микрорайона Карачаева, дежурят посты ДПС, которые составляют колонны в количестве 50 машин, которые в дальнейшем будут выезжать на загородную автодорогу. В плохую погоду и сильный мороз. Сотрудники госавтоинспекции все же советуют воздержаться от поездок за город. Если отменить путешествие невозможно, нужно подготовиться. Взять теплые вещи и необходимые инструменты. А в случае поломки звонить в единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру телефона 112. Мария Федорчук, Богдан Жителев, служба новостей «Импульс».